Доброе утро! Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 2019 год объявлен Международным Годом Языков Коренных Народов. Сегодня в Ханты-Мансийске начинает свою работу международный форум, посвященный этому году в России. Основной площадкой форума стала ЮГРА. В целом форум в Ханты-Мансийске будет посвящен обсуждению лучших практик и проектов по поддержке родных языков, их роли в системе образования и значения науки в процессах сохранения языков коренных малочисленных народов. Сегодня у нас в студии руководитель окружной школы Медвежьих Игоревич Тимофей Молданов и заведующий отделом национальных культур Окружного Дома Народного Творчества Светлана Нестерова. Доброе утро! Доброе утро! Расскажите нам, пожалуйста, что представит на форуме Окружной Дом Народного Творчества? Позвольте я начну. Конечно, традиционно мы всегда на различных площадках, форумах. Представляем экспозицию. По тематике? Да, по тематике. Форума. Конечно, часто это бывает, конечно же, такой импровизированный чум, где представлены различные экспонаты из фондов учреждения. Также очень большого внимания мы уделяем, и у нас есть проект Окружная школа Медвежьих Игоревич, поэтому мы там представляем одежду, ритуальную духов покровителей, которые как раз приходят во время обряда с песнопениями. И эту ритуальную одежду можно будет увидеть как раз в этой экспозиции. Это одежда духа покровителя Паши Творд, такой двухликий, четырехрукий дух покровителя. И вторая одежда чего и кого, если поподробнее? Это вот Тимфе Алексеевич Патрульский. Уральские горы. Уральские горы. Да, да. То есть вот всей территории, которая от Урала и ближе к нам сюда на север. И здесь тоже. И здесь тоже. Просто его местонахождение в Уральских горах. Так, Атим Федорович, вы будете выступать на этом форуме с докладом. На какую тему? Медвежьи и Игоревичи один из способов сохранения родного языка. Поскольку медвежьи и Игоревичи это древнейший обряд, проводится только на хантыйском языке, для того, чтобы что-то, хотя бы сценку исполнить, надо говорить на хантыйском языке. Ну тогда расскажите о вашей школе, как давно она существует? И почему именно вот этому обряду посвящена работа целой школы? Целой школы почему? Медвежьи и Игоревичи это концентрированное биде, все мировоззрение, вся культура хантыйского народа. И в течение всего этого обряда, 4-5 дней. Это так долго он идет? Да. Показывается вся жизнь народа. Его история, духи покровителей, его местонахождение, вся география. Вся география получается хантыйского народа и мансийского тоже. Кроме, вот медвежьи и Игоревичи бывают двух видов. Вот одно, когда добыли самого медведя. Еще в селе Вижакары в Октябрьском районе проводили, мы это еще не проводили, мы сегодняшние люди. До нас проводили периодически, которые 7 лет раз проводятся. Туда съезжались ханты и манси. Ханты и манси участвовали в одном обряде. Ну вот мы сегодня... А вы этот обряд восстанавливали, как по крупицам собирали, как это обычно говорят? В народе он сохранялся. В советское время, несмотря на все запреты, втайне во всех деревнях проводились. И как обычно проводились, то больше всего, когда распутится, когда... То есть он весной обычно проходит? Нет. Нет? Нет. Зимой. Но говорят распутится, когда все тает, начинает. Это в советское время так было. В распутится. Потому что уполномоченный не приедет. Не приедет. Поэтому вот такое расхождение было. А потом тоже как обычно стали. Кстати, вот можно подумать, что казалось бы, да, ну вот школа медвежьих игрищ, что это только для тех, кто знает язык ханты. Но ведь вы приглашаете туда и незнающих языков. То есть ребята, которые говорят на русском языке. То есть здесь же получается, язык, хантыский язык, это связующее звено. Да, вот этот, скорее всего, обряд стал связующим. Незнающие язык приходят, им интересен этот праздник. Но хотят этого, не хотят. Они вынуждены углубляться в язык. И еще в какой язык? Одних только название медведя 32. Медвежьим праздники нельзя же говорить, как обыденно мы говорим. Там другой язык, потайной язык. Вот мы об этом как-нибудь обязательно встретимся в рамках нашей утренней программы с Тимом Феем Алексеевичем. Нас скажут, что Тим Феем Алексеевич человек еще очень современный. Он свои занятия транслирует в интернете. Вызывает интерес. Какие комментарии пишут? Какие комментарии пишут? Допустим, Ямало-Ненецкий у нас округ есть. Там тоже ханты живут, говорящие на языке. Язык у них немного различается от нашего. И вот они уже тем или иным вещам предлагают свои названия на их диалекте. Где есть у нас разница, они свой диалект пишут. Восточные ханты свой диалект пишут. У нас, не знаю, сколько мы уроков пройдем, но я думаю, мы на этом не остановимся. Много лет язык очень большой, древний. Мы желаем, Тим Феем Алексеевич, вам сегодня успешного доклада и успешной работы вашей школы. Светлана, еще один вопрос. Как в окружном доме народного творчества сохраняются родные языки народов России, проживающих в Югре? Вот еще вот существует школа, да, но это понятно, это язык коренного народа Югры. А еще что есть, существует? В нашем учреждении есть, вообще, надо сказать, что уделяется всем народам, представителям всех этносов, которые проживают в Ханты-Мансийском автономном округе Юбри. И надо сказать, что, допустим, у нас есть Центр казачьей культуры, можно будет ходить, допустим, посвящать занятия хореографического коллектива, можно посвящать занятия вокала, тоже именно казачьей песни. То есть, уделяется внимание дизайн и русской культуре. Каждый представитель любого народа, проживающего в России, в Югре, может найти что-то для себя и что-то для себя открыть. Ну что ж, большое спасибо. Мы поздравляем всех нас со стартом, началом года языков коренных народов России. Успешной работы форуму желаем. Ну и до новых встреч. И пусть день будет обязательно хорошим. Спасибо. Спасибо.